всем привет с вами дарья кей это рубрика обзор на обзор сегодня к нам попал бренд стеллари и попал не просто так не только потому что он не прислал косметику за участие в конкурсе я попала в топ 10 или в топ-50 в общем в какой-то топ но в итоге я не выиграла поездку в танзанию что очень грустно конечно же но еще то что когда подруга у меня спросила даже что ты будешь делать завтра говорю буду делать обзор на косметику стеллари нагрет что я говорю на косметику стеллари она говорит на какую косметику это какая косметика это что вообще такое я говорю блин ты чем знаешь что косметика стеллари она такая говорит нет вообще первый раз слышу я думаю да правильный выбор надо будет сделать обзор в итоге нуждается в особом представлении и рекламные компании не такие огромные как например у адаптированных к россии брендов лореаль собственно из-за этого о них мало кто и знает мне надо несколько вещей для того чтобы начать обзор кофе кисти собственно гвоздь программы это чемоданчик который мне отправили в честь выигрыша чего-то там я пошла участвовать в конкурсе выиграла я в общем чемоданчик оказалось одно из тех кому дали вот такой поощрительный приз в общем стеллари представлено в магнит косметик чемоданчик чисто для рыболовных снастей он легкий что хорошо если вы куда-то допустим с собой брать на вызов так скажем или на съемку или просто может быть куда чемодан это всегда хорошая и нужная вещь но прежде чем начать я вообще бы хотела рассказать о бренде стеллари и когда я сама о нем узнала я на самом деле узнала сама-то о нем не так давно это было в ноябре 2017 года я тогда была в кургане решила пойти сходить в магнит косметик ничего нового и там и интересного особо не нашла тогда еще не было даже beauty бомб заострил свое внимание на стенде стеллари не зная тогда еще что это за такой бренд реально но в смысле не обращала внимание на него и не на и не так часто захотел в магнит косметик и только в прошлом году узнала я не серьезно я не шучу те два карандаша которые я показывала в макияже про анжелину джоли коричневая или джоли все-таки разберитесь уже как там вы хотите ее называть купила я от стеллари и офигела на кассе когда узнала что не стоит там 120 там 150 что ли рублей ну вот это было приятное удивление вот так вот я и познакомилась с этим брендом собственно после этого я ничего от него не пробовала до этого года когда я начала более активно заниматься косметикой но все равно оказывается тут намного больше всего чем я ожидала и почему это интересно это интересно потому что это дешево стоит вы понимаете да то есть всегда бюджетная косметика хороша и мы ее будем в любом случае сравнивать с чем-то дороже ну без этого никак вот начну с большого спонжики отложим дальше достану сразу скажу я связалась со стеллари и решила для обзора разыграть один такой чемоданчик для этого нужно просто оставить комментарий внизу под видео и поставить лайк этому видео все для участия в конкурсе больше ничего не надо так что если вы хотите участвовать позже расскажу о всех правилах но вы можете поставить лайк авансом и оставить комментарий внизу чтобы участвовать в конкурсе в конкурсе будет разыгрываться этот чемоданчик с косметикой которая мне нравится от стеллари сейчас мы все решим определимся и разыграем его в конце наверно в видео чисто ради интереса я конечно попробую его закрыть не ну а вдруг сработает слушайте закрывается такой сейф конечно утащить можем офигеть вроде бы вроде бы офигеть я взломала эту систему ну ключ это так чисто на всем этим я планирую сегодня как бы накраситься карандаши айлайнеры все это сейчас сразу же в одну кучу сгребаем в разных оттенках кстати я бы с этого и начала в общем один карандаш старой версии он точится и оттеночек у него красно-коричневый ну я думаю этот карандаш удовлетворит запросы всем нашим мамам кстати текстура не совсем пудровая она смешана немножечко с воском поэтому он очень хорошо рисует вот на другой стороне щеточка чтобы расчесать брови им сегодня я пользоваться не буду это оттенок 300 следующие карандаши механические а это уже я так понимаю больше новинка под номером 3 сейчас сделаю сводчик всех карандашой карандашей карандашов классический карандаш очень темный вот этот оттенок я думаю есть какие-то другие оттенки но он рисует ярко и для бровей это не необходимость четвертый оттенок похолоднее повыше третий оттенок более теплый и сейчас я попробую нарисовать первым оттенком ой да вот это прям пепельный пепельный оттенок дорисовать себя брови первым и четвертым оттенком грифель у него скошенный что удобно для прорисовки бровей напоминает корейские такие карандашики там очень любят рисовать прямые брови и собственно для этого им нужен точный срез чтобы не париться в прорисовке бровей стеллари главным принтом является леопард который они суют почти что на каждый свой продукт на другой стороны пользуюсь щеточкой и вычесываю сейчас я рисую вторую бровь и буду использовать четвертый оттенок у меня был карандаш для бровей в четвертом оттенке и если честно мне он нравится даже больше чем в первом на руке цвет выглядит вот этот лучше и как бы более приспособлен для того чтобы рисовать брови он такой пепельный немножечко с перечневинкой а этот прям пепельный холодный оттенок но им я могу нарисовать идеальные брови потому что я его растушевываю и получается оттенок который прям под цвет моих волосков главное правильно растушевать я беру теперь четвертый оттенок достаточно четко очерчивает брови потому что мне нравится четкая форма она сразу же контурирует мое лицо остановилась-то я на чем на принте леопарда мне он не близок сразу скажу потому что он кичо затея с леопардовым принтом очень опасная потому что из чего-то кичо вы и крутого это может перерасти в предвзятую дешевизну потому что упаковка пластиковая в принципе на упаковку без разницы но естественно приятнее когда в красивой упаковке крутой продукт вот но на первом месте естественно у меня стоит продукт потому что в красивой упаковке говеный продукт но это просто нереально этим пользоваться идем дальше у меня есть несколько гели для бровей это прозрачный и цветные прозрачный я пробовала правда хороший гель для бровей не оставляет после себя сейчас еще раз даже попробую не оставляет после себя таких сопелек на бровях что самое главное и фиксирует средний брови сильной фиксации не ждите если у вас волоски пушистые потому что пушистые волоски как правило фиксируется только цветными гелями для бровей с жесткой фиксацией оттенок 1 и 2 буду на одну бровь значит использует один оттенок на другой другой все по классике а тут щетка то другая нифига себе и похоже это тот самый очень фиксирующийся гель для бровей ой а блонд кстати высветляет волоски пофиге чем творит что творит этот гель блонд прям находка для тех кто хочет свои армянские брови высветлить и естественно можно это сделать со светлым осветляющим гелем для бровей не скажу что это выглядит будет прям супер натурально но на фотке будет классно смотреться и иногда в жизни например на вечер если нейтрализовать брови вот светлый гель ноль первый оттенок хорошо подойдет либо для блондинок я все-таки привыкла к классическому использованию гелем для бровей поэтому второй оттенок возьму да и это прям мой цвет сейчас достаточно сложно идти по бровям потому что прозрачный гель для бровей зафиксировал уже их и я их как бы вторую вторым слоем прохожу они стали более пушистые с этой стороны с этой просто осветлилась и нейтрализовалась бровь если например я буду делать смоки то наоборот не нужно использовать темно гель для бровей нужно их нейтрализовать чтобы смоги были акцентом но брови как бы оставались на лице и и и и и тональная основа это мот perfekt perfect матовый тональный крем супер кавор я не знаю вот супер-ковор мне использовать или матовый тональный крем наносим на руку матовый тональный крем это у меня оттенок 202 вот так вот выглядит упаковка сверху она вся в леопарде вы их ключевом принте Я нанесла на руку, сейчас запах легкий, вообще почти что ненавязчивый Консистенция полукремовая, полу... немного в своих недрах каких-то Полумуссовая, укрывистая текстура И сейчас сразу же рядом нанесу второй, наверное, розовый, бежевый, светло-розовый Розовый, бежевый, наверное По оттенку Super Cover проигрывает, но вот по текстуре мне он нравится больше, чем матовый тональный крем Потому что у него более интересный финиш Он не совсем матовый На лицо я буду все-таки наносить не матовый, а Super Cover тональный крем Принт леопарда Хорошо, что тут оттенки прям сразу же на крышке нарисованы Не нужно их искать, долго париться, и все написано по-русски И смешаю со 102-м Потому что один желтоватый, другой розоватый Я как раз добьюсь идеального цвета Номер 14 кисточка Manly, которой я обожаю растушевывать тональный крем И смешиваю прям на руке На самом деле я даже много выдавила И начиная с середины лица буду передвигаться от центра к периферии Собственно, как я это делала, чтобы тут было более концентрированное покрытие А к краям лица растушеванное, чтобы когда я прикладывала телефон, у меня жирный след не отпечатался Такое происходит даже, когда ты пудрой припудриваешь Но когда ты наносишь минимум-минимум тонального крема, это не происходит И трубка остается чистой Не знаю только где тут супер покрытие, но тонкое и красивое лоснящееся покрытие без этой излишней матовости и муссовости есть Вот даже если сравнить на руке, эта сторона засохла более такой шелковой текстурой и тонкой, самое главное С этой стороны как будто бы прям корка из тонального крема Это проматывает тональная крема Тональная крема для проблемной кожи, поэтому я сразу же не использую их, потому что у меня кожа не проблемная Жирная кожа воспринимает сухой тональный муссовый крем совершенно другим образом, нежели кожа сухая, как у меня, или нормальная и сухая Этот тональный крем прям однозначно лайк, не знаю, что там по цветам Это нужно прям тестировать в магазине, наносить вот на эту область 101, вот это 102 Если растушевать С оттенками всегда есть какие-то трудности, нужно их прям подбирать в магазине Потому что когда присылают тебе, ты не можешь стопроцентно быть уверен, что этот тональный крем подойдет тебе Осталась не перекрыта область под глазами Я думаю, то ли нанести туда тональный крем еще, либо есть тут какие-то камуфляжи Нет, именно тут нет, но у меня где-то был консилер под глаза, я просто не знаю, если честно, где он Беда, беда Следующее, что я нанесу, это будет хайлайтер Кремовый хайлайтер Интересно, застывает или не застывает? Сейчас сначала протестирую на руке вообще по цветам Уже вижу какой-то розовый, это что за оттенок Хайлайтер кремовый, тон 1 розовый перламутр Прям, вот прям хорошая упаковка Никаких леопардов Леопарды это просто кич, и не всем он нравится Мне нравится минимализм Не возникает такого перенасыщения, когда у тебя много вот всех этих Я все-таки стремлюсь к минимализму Потому что когда минимализм перед тобой и вокруг, то у тебя не возникает эмоционального перенасыщения В общем, переходим ко второму хайлайтеру Что-то я заболталась Ой, ой-ой, вот второй прям песочный, классный И я хочу их прямо, если честно, смешать Первый розовый и второй Это всего лишь бежевый перламутр Он просто офигенный Это кайф, ребят Я сейчас переборщила Розовый я тоже так же нанесу, но на вторую сторону Чтобы чисто для сравнения Пусть у меня будут разные щеки Это не для моего цветотипа хайлайтер розовый И я не очень люблю розовые хайлайтеры Я люблю цветные хайлайтеры Использовать его в каком-то там макияже Но на каждый день, в любом случае, нельзя будет использовать цветной хайлайтер Но это не цветной Это просто для холодного цветотипа Розовый хайлайтер тоже очень красиво смотрится И, возможно, даже на большинстве он будет лучше смотреться Но мне нравится бежевый Уж извините, я прям фанатка бежевого всего Бежевый хайлайтер просто идет сразу же туда Тудым Он фиксируется и фиксируется не коркой Скорее всего, в нем летучие силиконы И он фиксируется прям очень тоненькой пленкой Которая, я думаю, даже зафиксируется на жирной коже Ой, не говорите мне, что я переборщила с хайлайтером Даже не надо начинать Блин, сорян, я забыла про кисточку Которая у меня тут была, лежала В общем, это кисть для пудры Сейчас мы, собственно, будем наносить пудру Оказывается, есть кисти, что я вообще даже не подозревала Кисти синтетические Синтетические кисти, я к ним уже начала нормально относиться Раньше я такая, ой, топила за натуральность За натуральные в плане кисти Сейчас я поняла, что синтетика на самом деле рулит И никто не страдает Даже вот эти хвостики, которые покупают для кистей Все говорят, ну, животных же стригут Ну, струпиков стригут, не живых же у животных Очень приятно, что написано сзади все по-русски Написано, подходит для нанесения пудры, цветных корректирующих румян, любой текстуры Сготовлено из нейлона, мягкого гипоаллергенного синтетического материала Не знаю, как там протестировать кисть Я прям с усилием пытаюсь выдернуть ворс Он не выдирается Тут ручка не прокручивается Собственно, что еще надо-то от кисточки Таком она красивом дизайне Розовое золото и черный И я буду наносить пудру Пудра со звездой в центре Что же это означает? Стеллари в переводе с английского это звезда Косметика сделанная для звезд Тут звезда прям во всю упаковку Розово-бежевый тон и тепло-бежевый Я выбираю тепло-бежевый, естественно Естественно Тепло-бежевый Ой Фу Блин, сори Эта кисть более универсальная И она как бы упругая, но мягкая И перекрыть хайлайтер в ненужных местах Пудра значит состав Тальк, Мика, Димитикон, Коалин Никакую там чудо-глину Да что ж такое? Чудо-глину в составе для пудры за 200 рублей Встретить не удастся Ничего необычного Просто хорошая компактная пудра За недорого Я пропустила набор для бровей Блин Ребят, я сделала просто непоправимую ошибку Я пропустила набор для бровей Есть такой наборчик во втором оттенке В нем есть мини-мини кисточка С мини-мини щеточкой Инструкция, в которой написано Как использовать эту щеточку Все написано по-русски Аллилуйя, просто Создайте форму бровей щеточку Используя бос для укладки Скошенной кистью нанесите тени Для прокраски бровей Поправьте и зафиксируйте щеточкой На руку Потому что Ну ладно, нанесу на брови Что уж там Нанесу на кончик бровки И мне этим набором бровей Удастся сделать четкую форму Кончика хвостика Чтобы он держался Я сначала нанесу воск А потом тенями зафиксирую То есть карандашом Это не сделать Потому что он просто-напросто Слижется во время дня А вот как раз таки Воск вместе с тенями Будет долго зафиксировавшись Держаться на ваших бровях Я набираю воск Снимаю сразу же на стекло Чисто мне так удобнее Сейчас посмотрим Как ведет себя пудра Вот для новичка Кстати, самое оно Темноват будет для блондинок А так вообще неплохо Я пока отложу Потому что мне понравился Этот продукт Но я не уверена Ой, есть же оттенок Есть еще оттенок блонд Вы посмотрите И это румяшки Румяшки с принтом леопарда Но тут именно принт Изображен внутри румян Этот принт мне реально нравится Оттенок называется Бронзовый закат Румяна с принтом Прям так и называется Кисть не натуральная Но очень похожа на натуральную Я беру немножечко Этот этих румян Стряхиваю опять на крышку Пробую нанести этим Если не получится У меня получается все-таки слабо Просто не хочу промахнуться Если честно Хочу сразу же взять большую кисточку Собрать все эти румяна И нанести приятной большой кистью Себе на скулу Все румяна у меня какие-то абрикосово-таракотовые Я прям не вижу себя с морозными щеками Прям не мое Сейчас будет горячо, ребят Это кремовые тени От Стеллари С задней стороны Все написано по-русски Аллилоя Тон 4 Все просто Все понятно Ой, тут еще защитная есть клейма Еще одна защитная пленка Офигеть Это как же они хотят, чтобы тени-то их не высохли Молодцы, классно Сделаем на внутренней стороне Ой, он красноватый Дуохромный оттенок И сейчас мы проверим Фиксируются они или нет Вот сразу же Оп и две сняла Вот потемнее И фиолетовый цвет Что же мы сейчас сделаем с этим фиолетовым цветом? Сейчас определюсь, что использовать Когда посмотрю, какие у меня еще есть карандаши для глаз У меня есть два карандаша для глаз Это механический и обычный в дереве В дереве пигментированный карандаш Но мне не нравятся карандаши в дереве То, что, например, когда рисуем по слизистой Может дерево царапать ту самую слизистую Либо с дерева сыпаться Это не зависит Не всегда это зависит от цены карандаша Но бюджетный карандаш при его подточке Может себя плохо повезти Поэтому лучше брать механические карандаши Бюджетного сегмента Либо те, которые в пластмассе Так, и вот механический Он явно мягче рисует Я прорисую себе межресничное пространство этим карандашиком Этим карандашом себе легко будет нарисовать стрелку Сразу же растушеванную Чтобы рисовать им на слизистую Он не подходит Механический все-таки карандаш Сколько будет он держаться Будет ли он фиксироваться Это мы не знаем Но сейчас я нарисую себе на верхнюю и нижнюю слизистую Этим карандашом И вернусь к вам Я еле растушевала этот карандаш Что первое, что второй карандаш плохо тянется Не гелевой консистенции Он прям такой карандашный, что ли Я не знаю, как сказать Пудра смешанная с воском И может быть немножечко, там чуть геля добавлено Механически наносится на слизистую Если вам нужен быстрый дешевый карандаш Можно его взять Но именно на долгосрочную перспективу, конечно, его рассматривать не стоит Но я себе сделала форму, по которой могу работать кремовыми продуктами Я буду использовать цвет асфальта на все века Такой прям серый Вот такой вот у меня серебристый глаз получился В принципе, можно дождаться, пока кремовые тени застынут И ходить так Но чтобы они не скатались Сейчас я хочу продублировать серебряный оттенок, который у меня есть на центре века Каким-нибудь из этой палетки Потому что у меня есть матовая Она, мне кажется, прям хорошая для ежедневного применения И в втором оттенке нюдовая С шиммерными и переливающимися тенями Который Не знаю даже какой нанести Наверное, на начало глаза, на центр я нанесу Этот светлый оттенок на начало века А на центр века нанесу самый темный оттенок Вот этой Я доделала глаза Все дублировала тенями Из второй палетки Если вообще сравнивать первую и вторую палетку То вторая более универсальная Тут есть холодный растушевочный Чтобы для складки века Тут есть темный баклажановый оттенок И в принципе можно сделать растушеванную стрелку Это классная палетка Но тут нет вот этих вот шиммерных оттенков Которую можно было бы сделать Хайлайт Блик на веки Так что я вторую палетку кладу в чемоданчик Для розыгрыша Что у меня тут еще остается Но мне нужно собственно сделать ресницы Тушью я буду использовать Stellar Wild Volume Именно ее я сейчас нанесу на ресницы Эта тушь мне нравится И я ее положу в чемоданчик 100% Она тоненькая Прокрашивает ресницы прям от корней И прям черная-черная Автоматик браш Снимите колпачок Вставьте в него ручку Все понятно В колпачок значит вставляется эта кисточка Маленькая кисточка Для губ В Stellar есть кремовые и матовые помады Кремовая помада абсолютно обыкновенная Можно ее растушевать на губы, на щеки Все такое Это все понятно Меня интересуют помады матовые У меня есть любимчик в этой линейке помады Это оттенок номер 11 Очень сильно похожий по упаковке На тени Smashbox Вот например их упаковка И совершенно с другим аппликатором Нежели чем у Stellar Эти помады не фиксируются Но я сейчас нанесу тем образом Которым я обычно наношу эту помаду И люблю наносить Я беру помаду Наношу ее на губы И допустим с руки нанести кисточкой Кисточка сразу же растушевывает ее И после всего нанесения Я промакиваю салфеткой Полностью губы И в таком виде получается Абсолютно натуральный и красивейший Просто эффект и оттенок Это Stellar номер 11 Я ее обязательно кладу В косметичку, в чемоданчик Но не останется и без моего внимания Карандаши для губ Собственно с которых в 2017 году Я и начала знакомство со Stellar Поскольку все, что я люблю наносить на губы Почти что в одной и той же гамме Карандаш прям идеально подошел К той помаде Когда ее снимаешь салфеткой Остается тинт Который прям идентичен Вот этому карандашу В 0,7 оттенке Осталась у меня вот такая вот Подводка с одной стороны И с другой стороны Штамп со звездочкой Я конечно расставлю себе сейчас В интересных местах звездочки Этой штамп подводкой Ставлю Фетровая подводка Черная, хорошая, пигментированная Можно сейчас даже добавить Небольшую стрелочку Но это не обязательно У нас тут уже и так Прям полные смоки Спонжики Блин Я как и любой другой визажист Очень скептично отношусь К спонжикам Потому что Ими можно делать только Допустим бейкинг Потому что Тональный крем Они впитывают прям Очень быстро Прям мгновенно Я попробую их намочить Посмотрим Может быть они разбухнут Как бьюти блендер Они увлажнились Но не стали бьюти блендером Ну собственно Спонжики Это такая вещь Для определенного круга лиц Ой, ну в общем-то и все Это были все продукты Которые были у меня в коробочке Мои фавориты Это Сейчас я расскажу О фаворитах Которые я положу Для конкурса Ой, как их много-то Их много Вот такой вот макияж У меня получился По-моему классно Лайк авансом Если не поставил То степь сейчас Для того, чтобы участвовать В конкурсе Нужно просто оставить Любой комментарий Можно меня даже Обосрать Поставить лайк Под этим видео Чемоданчик С косметикой С моими фаворитами То я выбрала Это выравнивающий Тональный крем Карандаш для бровей В оттенке номер 4 Карандаш для губ В оттенке номер 07 Прям под цвет губ Будет прям Хайлайтер Песочный Прекрасный Бежевый В оттенке 2 По-моему Гель для бровей Наборчик для бровей Кремовые тени В оттенке номер 5 Те, которые у меня сейчас на веки Туш Wild Volume И матовая Любимейшая Помада В оттенке 11 И, конечно же Палетка теней Розовое золото Наверное На которой С другой стороны Нарисовано Прям даже Как ими пользоваться Весь макияж Который я сегодня делала Вы можете сделать С помощью тех продуктов Которые можно выиграть В общем-то и все Вот так вот Так что Оставляйте свои комментарии Внизу С вами была Дарья Кей До скорых встреч Пока-пока Увидимся в следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok